Реформы Ельцина Чем сегодня завершаются эти реформы? Они сегодня завершаются тем, чтобы уничтожить инженеров человеческих душ, чтобы уничтожить все, что связано с инженерной составляющей на развитии стальной экономического плана. Сегодня Реванов по существу продолжает разрушительную политику в образовании. Им почти 30 тысяч уничтоженных сельских и районных школ сегодня добавляются неэффективные институты и образовательные, и академические. Сегодня катком прокатываются по науке эти реформы. И мы сегодня прави спросить, кто виноват? Кто виноват в том, что не стало прославленных академий и институтов, а которые сегодня остались, они плачат жалкое существование. Здесь уже правильно говорили, когда профессор доктор наук получает свои 12, 14, 16 тысяч, а рядом мы видим в том числе прославленные в кавычках любимые Кремлем и Белым домом институты, которые имеют бюджеты больше, чем отрасливые академии вместе взятые. Именно в них рождаются те реформы, те законопроекты под руководством тех кукловодов, которые навязывают нам это безобразие. И не случайно в своих выступлениях уже неоднократно Геннадий Андреевич Иванов сравнивал эти реформы с теми пожеланиями фашистовающих элементов в те уже теперь далекие 40-е годы. Сегодня абсолютно правильно мы говорим, что отступать нам некуда. Мы сегодня обращаемся и к студентам, и к профессорско-преподавательскому заставу, обращаемся к нашей стране. Мы должны по большому счету наказать этих разрушителей. Мы всегда критикуем режим и правильно это делаем, поскольку он 20 лет не меняет своего либерального, оголтелого, олигархического курса, направленного на уничтожение нашего народа. Сначала социально-экономические преобразования разрушили промышленность и село, а теперь образовательные перемены превращают наш народ в то быдло, которое завтра может только лишь претендовать на обслуживание алигархии. Кому нужен сегодня образованный человек в нашей, с огромными территориями и богатствами России? Кому нужен человек, который сегодня злоупотребляет алкоголем или наркоманией? А он только нужен тем, кто желает видеть Россию абсолютно несвободной колониальной сырьевой. Еще раз хочу сказать, мы должны сделать все необходимое для того, чтобы защитить нашу державу. Уважаемые товарищи, я еще раз хочу подчеркнуть, все это происходит безусловно при одобрении высших руководителей нашей страны. Но не только они виноваты в этом. Вот Шердюков уничтожает все и вся, что касается образования и в целом обороноспособности нашей страны и боеспособности армии. Он при этом же в президенте и этом в председателе правительства натворял свои фокусы, коррумпировал, грабил нашу страну и народ вместе со своими подельниками. И вскрылось это, вот вы знаете, в какие миллиарды рублей и в какое разрушение. Но при этом же режиме, при этом же в президенте пришел новый министр. И он восстанавливает. Восстанавливает сегодня и академии, восстанавливает сегодня военное училище. И делает все для того, чтобы за первые же месяцы его работы страна увидела стремление к возрождению армии. И не случайно, после ухода Шердюкова, говорят, что офицеры праздновали несколько дней уход этого разрушителя. Я это говорю потому, что от министров много зависит. И нам не нужен министр-разрушитель, и один, который сегодня спрятался в Кремле, и тот, который сегодня пришел и вынул шашку на голову, и желает сегодня рубить все и вся, и протащить любыми путями этот никому не нужный закон. На съезде, втором съезде представителей трудовых коллективов мы договорились провести сегодня по всей стране нашу всероссийскую акцию. И отправить этого министра Ливанова и его кукловода в подставку. В отставку, товарища, в кавычках, Ливанова и подельника Курсенко. В отставку! В отставку! Свободной, образованной России! Ура, товарищи! Ура!